Любая симметрическая функция у нас выражается через вот эти вот в качестве многочленов. Это правда легко. Да, кстати, вот это понятие тоже, это надо запоминать, надо к этому привыкать. Вот что такое идеал, это тоже очень важно. Будем доказывать основную теорию мощности в этих функциях просто-напросто индукции по количеству переменных. Вот представьте себе, что у нас n равно 1, у нас одна переменная, и спрашивают, правда, что многочлен от одной переменной является многочленом от этой переменной? На всякий случай, σ1, это же x1, правда? Для одной переменной σ1, x1. Теорема асимметрической функции для одной переменной звучит, ребята. Любой многочлен от x1 является многочленом от x1, правильно? Более того, если бы он был с целыми коэффициентами, то он и остался с целыми коэффициентами, просто потому что они вообще не поменялись. Т.е. для n равно 1 эта теорема вообще смешна. Согласны? Согласны, отлично. Пусть нам доказали теорему для n переменных и дали симметрическую функцию от чего? От скольких переменных? Конечно. Симметрическую функцию, а для n мы все знаем. Отставляю вместо xn плюс 1 число 0. Получится функция от x1, x2, x3 и так далее, xn, внимание, 0. Это функция n переменных. Так? По предположению индукции, эта функция выражается в качестве многочлена через что? через элементарные симметрические многочлены от вот этих вот иксов. Согласны? Согласна. Отлично. Давайте, давайте запишем, это в следующий момент. Значит, от этих иксов, элементарные симметрические многочлены, это у меня будет вот что такое. e1, это x1 и так далее, плюс xn, e2, это всевозможные попарные произведения, ну, помните, что в сочетании из n по 2, и так далее, и так далее, вплоть до e1. Заметьте, пожалуйста, у меня есть еще сигмы. Что такое сигмы? Сигмы это то же самое, только с участием xn плюс 1. Вот смотрите, сигма второе, это на самом деле e второе, плюс вот эта вот штука, xn плюс 1, x1, плюс и так далее, плюс xn плюс 1, xn. Идею поняли? Вот, отлично. Итак, это симметрическая функция, значит, эта штука, это многочлен от ешек, от е1, е2 и так далее, еn. Замечательно. Значит, давайте его так и запишем. Это есть некоторый многочлен, g маленькая, от е1, е2 и так далее, еn. Замечательно. У меня такая симметрическая функция от n переменных записалась в виде многочлена, причем, по предложению индукции, можно считать, что если здесь кроценты были целые, то и здесь целые, в виде многочлена от ешек. Отлично. А вот сейчас замечательная идея. У нас есть, значит, многочлен от е1 и так далее, е1, который обладает вот этим свойствием. А вот у меня замечательная идея. Я беру и прямо вместо этих ешек пишу буквы сигма. И я получаю тогда новое выражение. g от сигма. Сигма 1, сигма 2 и так далее, сигма е. Замечательно. Итак, у меня есть, так, единственное, единственное вот это вот f и это ж, это надо одно и то же, правда? У меня с самого начала был многочлен от 1 плюс 1. Мы вместо нее подставили 0, получили многочлен по предложению индукции и заменили ешки на сигма. Вот теперь делаем такую штуку. Берем и из g большого, от x1, x2 и так далее, xn плюс 1 вычитаем g маленькое от сигма 1, сигма 2 и так далее, сигма n. Обратите внимание, вот эти сигмы, это многочлены, элементарные, симметрические, вот этих вот иксов. И здесь, кстати, нет сигмы n плюс 1, но нет и нет, ничего страшного. Давайте теперь подумаем, каким свойством обладает это выражение. Во-первых, это симметрические функции, это была у нас симметрическая функция, поэтому автоматически разность двух симметрических функций симметрическая. Отлично. Дальше. Если вместо xn плюс 1 подставить 0, то у нас вдруг произойдет следующее, вот это g большое, превратится в то, что мы как раз с вами брали, с нулем, а сигмы превратятся в ешки, потому что при постановке xn плюс 1 0 у нас получается как раз е1 и так далее, е1. И значит, это будет 0. Внимание, ребята. Если xn плюс 1 это 0, то тогда вот эта вот разность получилась равна 0. И при этом эта разность симметрическая. Значит, хочешь не хочешь, но если xn 0, или если xn минус 1 0, и так далее, все равно будет приобязательно 0. То есть вот эта вот разность делится и на xn плюс 1, и на xn, и на xn минус 1, и на xn минус 1. Минус симметрический многочлен от элементарных симметрических функций. это есть и на xn плюс 1 умножить на какой-то там многочлен от x1, и так далее, xn, xn плюс 1. Но, господа, обратите внимание. То есть, не понимал, что делать. То ли писать систему, то ли переходить вот таким образом, то есть представлять вместо одной из переменных уровней. Ну, на самом деле, это не так важно. То, что я сейчас рассказал, это, пожалуй, самое быстрое, самое короткое доказательство теоремы асимметрических многочленов. На самом деле у них есть другое доказательство, которое тоже довольно несложно понять. Другой способ был такой. Когда у вас есть симметрический многочлен, то надо было просто понять, что такое у него для трех переменов. Вот представьте себе, у вас есть такая штука. x1 в 15 степени умножить на x2 в 4 умножить на x3. Все ли понимают, что на самом деле это не одно выражение, а это на самом деле сколько выражений? Три. Понятно, да? Не четыре, шесть. Ну, надо вот x2, x3 переставить, потом наоборот сюда подставить, x2, понимаете, да? Вот, но, ну и так далее. Но, реально, если вы смотрите по алфавиту, то имеет смысл смотреть вот только на такие штуки, на самые старшие, а остальное автоматически выписывается. А теперь вопрос. Можете ли вы из вот этих штук сумма попарных произведений и произведений указать мне такую штуку, в которой старший, старший член будет именно таким? Последние слова я расскажу, можете ли вы указать такую штуку? Надо, чтобы x3 было. Это как называется? Называется сигма третья, правда? x1, x2, x3. На сигму вторую? Нет, на сигму вторую в четвертой степени. Нет, нет, нет. Надо, чтобы здесь было, после этого, x2 в третьей. А, на сигму. На сигму вторую что? В третьей. В третьей. Замечательно. Заметьте, у вас уже один x съела за счет x3, и у вас три x съела вот это. Совершенно верно. На сигму первую в одиннадцать. Подумайте на эту тему, и вы поймете, как вот так вот в лексикографическом порядке, уменьшая, уменьшая, уменьшая.